Неисправности и ремонт двигателя 1МЗ-ФИ. Двигатель 1МЗ пришел на замену 3ВЗ в 1994 году и выпускался до 2007, в течение последних трех лет производство плавно вытеснялся более новым тремя МЗ-движком. 1МЗ представлял собой трехлитровый V6 в алюминиевом блоке, с углом развала цилиндров в 60 градусов, с кованым коленвалом, облегченной поршневой группой, в системе ГРМ использовался ремень, замена которого проводится раз в 150 тысяч километров. Кроме того, двигатель комплектовался системой рециркуляции отработанных газов ЕГР, впускным коллектором с изменяемой геометрией АСИС, на поздних версиях появилась система изменения фаз газораспределения на впускном валу ВИВИТИ и электронная дроссельная заслонка. Гидрокомпенсаторов на 1МЗ нет и поэтому раз в 100 тысяч километров, при необходимости, нужно проводить работы по регулировке зазоров клапанов. На практике никто этого не делает ни через 100, ни через 200 тысяч километров. В общем, типичный тоэтовский двигатель, ничего сверхъестественного. Неисправности, проблемы 1МЗ и их причины. 1. Высокий расход масла. Обычно двигатели 1МЗ достаточно старые, с огромным пробегом и вопрос жора масла, удивление вызывать не должен, меняйте масло с юмной кольца к колпачке. 2. Не тянет, всячески тупит, не крутится. Меняйте датчики детонации, на моторе 1МЗ они часто выходят из строя. 3. Плавают обороты. Чистите блок дроссельной заслонки, форснуки, меняйте клапан ВИВИТИ. Кроме того, по вине клапана ВИВИТИ, движок может троить, дергаться, вибрировать и так далее. Еще двигатель 1МЗ склонен к закоксовке, со временем начинает течь муфта ВИВИТИ, мотор дизелит, лечится это заменой муфты. Как и все последние двигатели Тойота, 1МЗ официально не ремонтопригодены в случае чего, потребуется его замена на контрактный, либо искать сторонний сервис, где не против повозиться с алюминиевым блоком. При адекватной эксплуатации и обслуживании, мотор довольно долго ходит, ресурс 1МЗФ и переваливает за 300 тысяч километров, что совсем неплохо. В общем и целом, мотор хороший, если за ним следили, больших проблем не доставят. Тюнинг двигателя Тойота 1МЗФ и компрессор на 1МЗ, суперчергер. Наддув компрессором, наверное, самый простой способ увеличения мощности 1МЗ, ибо полно готовых китов от самых различных контор, включая тоэтовскую TRD. Тартшный кит дует до 0,5 бар и ставится на родную паршневую, с заменой насоса на Улбра 255 ЛПЕЧ, форсунки ставятся производительностью 320-360, выхлоп диаметром 2,5 дюйма, мозги идут в комплекте. Такое барахло дает до 270 лошадок, но стоимость будет не детской. Чтобы оптимизировать затраты, можно взять бы, ушный набор, либо собирать самому на компрессоре Eton M62 и откатывать онлайн. Так или иначе, затраты на постройку будут довольно высокими, а отдача, скорее всего, не оправдает ожидания. При наличии нужной суммы денег и желания ехать быстро, смотрите в строну стабильно валящего JZ. Рейтинг двигателя 4. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Продолжение следует...